В нашей жизни порой встречаются люди, которые словно коварные змеи из древних притч, намеренно сеют раздор и провоцируют конфликты без видимых на то причин. Они постоянно преследуют нас, будто светлячков, лишь потому что не в силах вынести сияние нашей души. Перед лицом таких недоброжелателей многие из нас теряются и задаются извечным вопросом, как устоять перед их постоянными нападками и сохранить душевное равновесие. Ответ на этот вопрос дает нам мудрость стоицизма от древних философов-стоиков. Зародившись в Древней Греции, школа стоической мысли проповедовала идеалы внутренней гармонии и невозмутимости духа перед любыми жизненными невзгодами. Ее основатель Зенон и его последователи, такие как Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий, оставили после себя богатое философское наследие, не утратившее актуальности и по сей день. Стоики учили нас сосредотачивать свое внимание на том, что подвластно нашему контролю и с достоинством принимать то, что от нас не зависит. Следуя их мудрым заветам, мы откроем для себя девять действенных стратегий совладания с противниками, не прибегая к открытому противостоянию. Первая стратегия. Сохраняйте спокойствие и ясность ума. Когда мы сталкиваемся с враждебностью и провокациями, наша первая реакция – ответить тем же или поддаться эмоциям. Гнев, обида, желание доказать свою правоту затуманивают рассудок и толкают на необдуманные поступки. Но, как учат стоики, потеря самообладания лишь играет на руку нашим недоброжелателям. Ведь именно этого они и добиваются – вывести нас из равновесия, заставить плясать под их дудку. Вместо того, чтобы идти у них на поводу, следует сделать глубокий вдох. Отстраниться от ситуации и попытаться взглянуть на нее со стороны без предубеждений и оценочных суждений. Задайте себе вопросы. Действительно ли слова этого человека имеют значение? Несут ли они хоть каплю правды? Достоин ли он того, чтобы мои мысли и чувства находились в его власти? Постарайтесь относиться к происходящему с долей юмора и здоровой иронии. Спросите себя, будет ли эта ссора иметь значение через неделю, месяц, год. Возможно, если взглянуть на ситуацию через призму вечности, она покажется совершенно незначительным эпизодом, не стоящим и выеденного яйца. Как говорил Эпиктет, нас огорчают не сами вещи, а то, как мы смотрим на них. Осознав, что наши эмоциональные реакции – это результат наших же суждений, мы обретаем власть над ними. Мы понимаем, что никто не может обидеть нас без нашего на то внутреннего согласия, сознательно культивируя невозмутимость ума даже перед лицом недоброжелательности. Мы утверждаем свое превосходство и лишаем противников их главного оружия. Мы показываем, что не позволим манипулировать собой, что никакие провокации не способны пошатнуть наш внутренний стержень. Сохраняя спокойствие и ясность ума в любой ситуации, мы обретаем подлинную свободу и силу духа. Мы возвышаемся над мелочными дрязгами, сберегая энергию для того, что действительно важно. Так что в следующий раз, когда вас попытаются вывести из себя, вспомните совет стойков. И улыбнитесь с безмятежностью Будды, ваш покой им не потревожить. Стратегия номер два. Не принимайте на свой счет. Зачастую негатив, исходящий от других людей, вызван их собственными внутренними проблемами, комплексами и неудовлетворенностью и имеет мало отношения к нам самим. Возможно, нас пытаются задеть из зависти к нашим успехам или талантам. Или же мы просто попались под горячую руку человеку, находящемуся в дурном расположении духа. Понимание этого факта позволит нам не втягиваться в деструктивные игры и не тратить душевные силы на тех, кто этого не заслуживает. Вместо того, чтобы принимать критику или грубость близко к сердцу, спросите себя. Может ли мнение этого человека служить адекватной оценкой моей личности? Насколько объективны и справедливы его высказывания? Скорее всего, ваш трезвый анализ покажет, что дело вовсе не в ваших реальных или мнимых недостатках, а в проекциях и внутренних противоречиях вашего обидчика. Помните мудрые слова Марка Аврелия? Если кто-то причиняет тебе зло, не мсти, а подумай, что заставило его так поступить. Такая установка смещает фокус с бесплодных обид и самообвинений на попытку понять истинные мотивы другого человека и природу межличностных конфликтов в целом. Она позволяет нам взглянуть на ситуацию с более объективной и беспристрастной точки зрения, не поддаваясь эмоциям и не делая поспешных выводов. Безусловно, это не значит, что нужно безропотно сносить любые издевки и нападки, оправдывая агрессора его внутренними проблемами. Речь идет о том, чтобы не позволять чужому негативу проникать в святая святых нашей души, задевать наши чувства собственного достоинства и определять наше самоотношение. Ведь наша самооценка и ощущения внутренней ценности не должны страдать от чьих-то субъективных и зачастую предвзятых суждений. Так что в следующий раз, сталкиваясь с негативом в свой адрес, задайте себе простой вопрос. Насколько компетентен этот человек, чтобы оценивать вашу личность? Действительно ли вы уважаете его мнение и прислушиваетесь к его советам в других сферах? Если нет, то не стоит придавать его словам больше значения, чем они того заслуживают. Сохраняйте внутреннее равновесие и помните. Только вы сами вольны решать, какое место занимают чужие оценки в вашей картине мира и насколько сильно они могут влиять на вашу жизнь. Третье. Фокусируйтесь на своих целях и ценностях. В круговороте повседневных забот и мелочных дрязг мы порой забываем о том, что действительно важно. Чужие колкости и придирки отвлекают нас от наших устремлений, расшатывают внутренний стержень. Но когда мы четко осознаем свои жизненные приоритеты и следуем им, мелочные уколы и упреки завистников теряют свою власть над нами. Возьмите за правило регулярно уделять время рефлексии и самоанализу. Задумайтесь, какие ценности и принципы определяют вашу личность, к каким целям вы стремитесь, что придает вашей жизни смысл и наполняет энергией. Возможно, это любовь и самореализация, творчество и познание, служение людям или духовные поиски. Определив свои истинные приоритеты, запишите их и регулярно перечитывайте, особенно в минуты сомнений и смятения. Пусть они станут вашим внутренним компасом и опорой. Вместо того, чтобы растрачивать силы на бесплодные пререкания, направьте их на саморазвитие, обучение, совершенствование навыков. Больше времени уделяйте любимым увлечениям, общению с дорогими людьми, реализации своего предназначения. Как говорил Эпиктиот, на свете есть лишь одно благо, которое нельзя у нас отнять. Это свобода направлять свои мысли и поступки. Сфокусировавшись на том, что по-настоящему ценно лично для вас, вы обретете внутреннюю силу и уверенность в себе. И тогда никакие нападки не смогут вывести вас из равновесия и помешать идти к своей мечте. Так что смело следуйте за своей путеводной звездой, невзирая на взгляды и пересуды скептиков. Как говорил Марк Аврелий, пусть не смущает тебя, что другие не одобряют избранного тобой пути. Иди своей дорогой и не оглядывайся. В конце концов, это ваша и только ваша жизнь. И вам решать, как распорядиться отпущенным временем и талантами. Четвертое. Культивируйте сочувствие и понимание. В пылу противостояния мы склонны демонизировать своих оппонентов, приписывать им всевозможные пороки и злонамеренность. Но если вдуматься, за внешней агрессией и враждебностью нередко скрываются уязвленное самолюбие, глубокие страхи или неудовлетворенные потребности. Даже самый неприятный хам или склочник – такой же человек, как и мы, со своими душевными ранами и заблуждениями. Постарайтесь поставить себя на место своего недруга, понять истинные мотивы его поведения. Быть может, за маской презрительного всезнайки скрывается закомплексованный человек с заниженной самооценкой. За резкостью и бестактностью – страх собственной уязвимости и неумения строить отношения. За завистливыми выпадами – горечь от собственных неудач и нереализованности. Поняв истинные корни проблемы, вы перестанете принимать агрессию на свой счет и обретете ключ к ее нейтрализации. Как учит нас стоицизм? За масками и ролями, которые люди примеряют по жизни, скрываются страдающие души, жаждущие любви и понимания. Попробуйте разглядеть ее в своем недруге, и ваше сердце смягчится. Быть может, ему самому отчаянно не хватает участия, поддержки и чувства собственного достоинства. Как говорил Синека, «Кто сделал доброе дело, пусть молчит, кто получил, пусть говорит». Проявляя сострадание и великодушие к тем, кто причиняет нам боль, мы не только исцеляем собственную душу, но и помогаем другим вспомнить о их истинной человеческой природе. Проявив мудрость и такт даже в конфликтной ситуации, вы не только обезоружите своего противника, но и дадите ему возможность раскрыть лучшие стороны своей натуры. Как говорил Далай-Лама, «Проявляя сострадание к другим, вы обретаете силу, а проявляя его к себе мудрость». Научившись распознавать за внешним негативом раненую человеческую душу, мы разовьем в себе бесценные качества эмпатии, проницательности и сердечности. Пятая стратегия. Не опускайтесь до чужого уровня. Конфликтуя с недоброжелателями, мы рискуем незаметно перенять их разрушительные модели поведения. В пылу борьбы граница между добром и злом размывается, и вот уже сами не замечаем, как переходим на личности, язвим и манипулируем. Соблазн назвать черное белым и ответить агрессией на агрессию порой бывает очень велик, особенно если нам кажется, что мы таким образом защищаем свою правоту или восстанавливаем справедливость. Суевступая в открытую конфронтацию и используя чужое оружие, мы невольно начинаем играть по навязанным правилам и мыслить категориями оппонента. Мы утрачиваем моральное превосходство и увязаем в болоте склок и препирательств. «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем», предостерегал Фридрих Ницше. «Отвечая грубостью на грубость, мы уподобляемся задирам и хамам и незаметно отравляем собственную душу». Как говорил философ Стоик и Пиктет, «Помни, что оскорбить тебя может лишь твое собственное мнение об оскорблении. Поэтому, когда кто-то провоцирует тебя, знай, что это твое собственное представление спровоцировало тебя. Проявляя выдержку и хладнокровие перед лицом чужой агрессии, мы утверждаем свое превосходство с позиции силы. Достойно парируя нападки, не теряя самообладание и чувство юмора, мы обезоруживаем противника». Как учили Стоики? Лучший ответ на несправедливость. Добродетель. На ложь, правда, на ненависть, любовь. Демонстрируя несгибаемость своих принципов, мы защищаем свои границы, не поступаясь собственным достоинством. Шестое. Извлекайте уроки из любой ситуации. Стоики призывали рассматривать любые жизненные испытания как возможность закалить характер и обрести бесценный опыт. Столкновение с недоброжелателями не исключение. Вместо того, чтобы жалеть себя или вновь и вновь прокручивать в голове детали обидной ситуации, постарайтесь сделать из нее конструктивные выводы. Рассматривайте любой конфликт как тренировочную площадку, на которой вы оттачиваете свои коммуникативные навыки и учитесь управлять эмоциями. Проанализируйте свои реакции и поведение со стороны. Где и почему вы утратили самообладание? Какие слова или действия оппонента вывели вас из равновесия и чем это можно объяснить? Быть может, вы слишком болезненно реагируете на критику некоторых своих качеств или позволяете неуверенности в себе брать верх над разумом, прислушайтесь к своим чувствам, гневу, обиде, желанию оправдаться, о каких непроработанных внутренних конфликтах и установках они вам говорят? Здоровая рефлексия и самоанализ помогают нам лучше понять себя, осознать свои слабые места и оценить зрелость своей личности. Конструктивно преодолевая кризисы в отношениях, мы учимся отстаивать свои границы и противостоять чужому негативному влиянию. То, что нас не убивает, делает нас сильнее, сей утверждал Фридрих Ницше, события, которые поначалу воспринимаются как неудачи и травмы, в конечном счете закаляют наш дух и открывают в нас скрытые резервы стойкости. Как писал Эпиктет, «Есть только один путь к счастью — перестать беспокоиться о вещах, которые не подвластны нашей воле. То, как другие люди к нам относятся и какие эмоции мы испытываем в ответ, в конечном счете зависит только от нас самих. Мы не в силах изменить обстоятельства или характер другого человека, но в нашей власти выбрать свое отношение к происходящему. Помня об этом, мы сможем сохранять ясность ума и оптимизм духа даже в самых непростых ситуациях». Седьмая стратегия. Отпускайте негатив. Застревая в обидах и постоянно прокручивая в голове случаи несправедливого обращения, мы лишь множим собственные страдания и даем власть над собой тем, кто этого не достоин. Копя в душе горечь и злобу, мы незаметно становимся негативными и мнительными, даже не осознавая этого. Обида — яд, которым мы поим себя, надеясь, что от него умрет кто-то другой. Эти слова приписывают Будде. Постепенно все наши восприятия окрашиваются в мрачные цвета. Мы становимся подозрительными, обидчивыми, ждем подвоха от каждого встречного. Разрушительные эмоции буквально разъедают нас изнутри, подавляют иммунитет, провоцируют психосоматические недуги. Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, это отпустить произошедшее и попрактиковать принятие неизбежного. Да, нас несправедливо обидели. Да, хочется восстановить справедливость. Но стоит ли это того, чтобы лишать себя душевного спокойствия и тратить свою энергию? Как учат стойки, истинная свобода начинается тогда, когда мы сознательно выбираем свою реакцию на обстоятельства, вместо того, чтобы слепо поддаваться эмоциям. Мы не можем контролировать других людей и изменить прошлое. Но мы способны отпустить обиды и решить, на чем сосредоточиться здесь и сейчас. Практика осознанности и релаксации помогут нам освободиться от неприятных эмоций и напряжения. Отдавшись увлекательному делу, мы направим энергию в позитивное русло. Простив обидчика, мы утверждаем свое моральное превосходство и обретаем покой. Отпустить негатив и жить настоящим гадз – большое искусство. Но овладев им, мы откроем неиссякаемый источник внутренней силы и душевной гармонии. Прошлое пусть остается в прошлом, а мы устремимся в будущее – с легким сердцем и сияющей улыбкой. Восьмое. Окружайте себя позитивом. Когда нас окружают любящие и понимающие люди, мы обретаем поистине неисчерпаемый источник эмоциональной поддержки. В атмосфере безусловного принятия и дружеского участия даже самые болезненные удары судьбы переносятся легче. Регулярно общаясь с мудрыми наставниками и вдохновляющими единомышленниками, мы и сами становимся сильнее и увереннее в себе. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто искренне желает вам добра и готов подставить плечо в трудную минуту. Такие люди – настоящее сокровище, и их стоит беречь и ценить. Они не только поддержат в сложной ситуации, но и помогут взглянуть на проблему под новым углом, найти неординарное решение. Рядом с ними мы чувствуем себя защищенными, понятыми и принятыми такими, какие мы есть. Не менее важно и самим быть таким человеком для своих друзей и близких. Проявляйте к ним искреннее участие, будьте готовы выслушать и поддержать. Умейте радоваться их успехам и сопереживать неудачам. Подлинная дружба – это улица с двусторонним движением. И чем больше теплоты и заботы мы отдаем, тем больше получаем обратно. Заводите новые знакомства среди жизнерадостных и увлеченных людей, которые разделяют ваши ценности и интересы. Старайтесь больше общаться с теми, кто вас вдохновляет, заряжает оптимизмом и верой в себя. Это могут быть творческие личности, профессионалы своего дела, духовные искатели или просто необычайно добрые и мудрые люди. Учитесь у них смотреть на мир с разных сторон, видеть красоту в простых вещах, находить возможности там, где другие видят только преграды. Посещайте клубы, фестивали, где царит атмосфера творчества и позитива. Открывайте для себя новые увлечения и формы досуга, которые наполняют вашу жизнь радостью и придают ей дополнительный смысл. Будь то рисование, танцы, пение, рукоделие, кулинария или что-то еще. Главное, чтобы это занятие вызывало у вас неподдельный интерес и восторг. В процессе творчества мы отключаемся от повседневных забот, восстанавливаем силы и обретаем вдохновение. Девятая стратегия. Будьте великодушны. В конечном счете прощение и сострадание самое мощное оружие против ненависти, ведь именно этого и жаждет в глубине души всякий нападающий. Быть понятым и принятым, несмотря на все свои колючки и недостатки. Даже если сейчас простить своего обидчика кажется немыслимым, попытайтесь со временем отпустить негатив и пожелать ему добра. Вспомните слова Сенеки. «Прости многое другим, но ничего себе». Искренне прощая другого человека, мы тем самым освобождаем от токсичных эмоций не только его, но и самих себя. А практикуя осознанное сострадание и великодушие, мы постепенно изменяем к лучшему не только отдельные отношения, но и весь мир вокруг. Ведь негативное отношение порождает ответный негатив, а доброжелательность и принятие распространяют вокруг себя атмосферу взаимопонимания и любви. Итак, сталкиваясь с завистью и необоснованной враждебностью, мы всегда сможем найти точку опоры в своих ценностях, внутренней силе и мудрости великих учителей человечества. Осознанно применяя стратегии совладания с негативом, мы не только защитим себя от ненужных страданий, но и выйдем из любых испытаний обновленными и обогащенными бесценным жизненным опытом. И пусть наше неугасимое сияние озаряет этот мир, вопреки всем невзгодам и козням недоброжелателей. Ведь в конечном счете каждому из нас даны свои испытания и своя неповторимая миссия. Вопреки всем трудностям, сомнениям и помехам, мы должны пройти свой путь, не предавая своей сокровенной сути. По словам Германа Гессе, твоя душа — это целый мир, таинственный, богатый и вечный. И в этом мире ты единственный обитатель. Так будьте достойными хозяевами этого бесценного мира, оберегая его красоту и постигая его тайны. И пусть в странствиях по жизни вашими неизменными спутницами будут любовь, вера в себя и несгибаемая воля к совершенству. Если вам было полезно видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Мудрость Стоицизма, чтобы не пропустить новые выпуски о философии стоицизма и искусстве управления собой. Желаю вам мудрости, невозмутимости и душевного покоя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok